Нашему зоопарку уже больше 120 лет. Ну и что звал, скажи. Пришел без ничего, ни яблока, ни булочки. Хватит уже, все, ты морковку всю схавал. Все, нету. Кроме зоопарка, я, собственно, ничего не умею, ничего не знаю. Это моя жизнь. В 65-м году я пришел юнатом, а потом где-то в 71-м году я пришел устраиваться на работу, но тогда мне не было еще 18-ти. Этот самый Явоненко меня на работу не взял, потому что несовершеннолетний. Я пошел работать на завод. Я пошел учеником слесаря на завод конденсаторный. Вот, отработал там какое-то время, месяцев 8. Серьезно там заболел. А я был в свое время президентом клуба старшеклассников, любителей кино. И он был в кинотеатре «Пионер». И мы там много лет готовили программы по кинематографии, искусстве кино. Как-то я пришел к директору «Пионера», он говорит, «Володя, нам нужен киномеханик. Давай, это все-таки твое». Я рассчитался и пошел работать киномехаником «Пионер». Там отработал, по-моему, года два. А потом, опять же, знакомый говорит, у нас классная работа, хорошая зарплата на заводе «Кристалл» электромонтажником, седьмой цех, в белом халате, диоды, транзисторы, печатные оплаты. Надо было это собирать, паять. Вот я перешел на завод «Кристалл» и в 78-м году, проходя мимо зоопарка, увидел объявление. И так оно защемило. Думаю, как же так вот? Что же я занимаюсь ерундой? А тут вот зоопарку требуется биолог. 14 апреля 78-го года, проходя мимо зоопарка, увидел табличку «Зоопарку требуется биолог». У меня образования не было еще никакого. Зашел и говорит, кто вам нужен? Говорит, да, нам нужен экскурсовод. Говорит, ну возьмите меня, я хороший, я зверей знаю. А директор тогда был Тарасов. Говорит, да ладно, возьмите его, посмотрим, что он. Ну я через там буквально 5-6 дней начал водить экскурсии по зоопарку. Потом стал лектором, потом научным сотрудником, потом заведующим отделом хищных животных, потом заведующим отделом приматов, обезьян. После этого стал замдиректором по зоове части. И в 2002 году стал депутатом городского совета, 4-го созыва. И Владимир Ильич Чайка в октябре, ну я с весны стал исполнять обязанности, а в октябре Чайка уже подписал распоряжение о моем назначении директором Николаевского зоопарка в 2002 год. И вот я с 2002 года директор зоопарка. Портреты директоров зоопарков, которые работали за всю историю у нас в Николаевском зоопарке. Всего это 8 человек за 120 лет. Я знаю учреждения, в которые за 8 лет было 10 директоров. Вот нам повезло, у нас большая преемственность. И руководители работали долгие-долгие годы. Вот из этих 8 только 2 человека отработало по году. Все остальные работали по 2-3 десятилетия. В начале 80-х годов, наверное, родилась у меня идея создать... Я начал собирать какие-то старые экспонаты об истории зоопарка. Это было интересно. Какие-то появились черепа. И в течение 2-3 лет уже накопилась какая-то значительная часть будущего музея. Появились документы, которые были посвящены Леонтовичу, имели от него, от его родственников я получил. И тогда в зоопарке была выделена большая комната в бытовом корпусе. Вот там впервые все это было выставлено, собрано. Но проходило время, этих экспонатов становилось все больше и больше. И появлялись какие-то экспонаты ценные, исторического значения для не только зоопарка, а для города. И вот где-то в 1986-1988 году уже получился полноценный музей истории зоопарка, где можно было посмотреть подлинный портрет Леонтовича, основателя зоопарка, его вещи, которыми он пользовался, аквариумы, которые стояли еще в старом зоопарке. Эти аквариумы стояли еще в старом зоопарке, но это маленькие аквариумы, у него были объемы до трех тонн. Мы таких сейчас не имеем. Огромнейшие аквариумы у Леонтовича были на экспозиции. Здесь лежит, это череп Мэри, это индийская слониха. Она жила много лет в зоопарке, уже умерла здесь, на этой территории. И вот в таком виде она продолжает жить. Здесь, допустим, это в свое время была самая большая змея в Европе. Больше шести метров, сетчатые питоны. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Сетка прожила у нас 28 лет. Документы наших сотрудников, которые отработали в зоопарке, многие годы награды Николаевского зоопарка. Зоопарк награжден городской визнакой вклад в развитие культуры города. Тогда еще эту визнаку нам вручал мэр города Чайка. У нас много разных важных для нас наград. И вот они здесь собраны. Здесь, кстати, хранится земля из 70 зоопарков мира всех континентов. Основная часть земли высыпана на нашей клумбе. А часть земли вот в этих стеклянных баночках хранится здесь. И она такая разная, какие люди. И белые, и черные, и красные, и желтые, и серые. Разная, разная. Вот такой у нас есть музей. Кстати, такого музея в Украине больше ни у кого нет. Это очень важно для истории зоопарка, для коллектива зоопарка. Мы показываем, что нашему зоопарку уже больше 120 лет. Здесь есть документы периода войны, до военного периода. И мы очень дорожим нашей историей. И музей нам помогает эту историю делать живой. Надо было их соединить, надо было их познакомить. Это было не просто первое время. Два самца, к сожалению, до сих пор есть проблемы. А Нур у нас выходит в летний вольер. А Логан, непонятно, никто не может объяснить, он не выходит на улицу. До сих пор, уже четвертый год. И мы никак не можем приучить тому, что хватит уже. Все, ты морковку всю схал. Все, нету. Нету, все, все, да. Динкар, Шанти, ребята, сюда идите. Динкар, Динкар. Ну и что звал, скажи? Пришел без ничего. Ни яблока, ни булочки. Динкар! Ну вот они пришли. Скажи, что звал? Со слонами связано много разных историй здесь в зоопарке. Вот непосредственно у нас, у нас много, за историю нашего зоопарка жило много разных слонов. И вот один такой случай был связан с нашей Чангой. Много лет назад, это конец 80-х, мы слонам давали большие колеса для того, чтобы они играли. И сейчас там тоже колесо поменьше лежит. Вот, и она, это колесо от трактора, играла-играла, поднялась и одела себе на шею. Ну как, до сих пор, вот я жалею, мы не сделали ни одной фотографии. И сделала она это все 8 марта, не помню в каком году. Дела себе подарок, ожерелье. Вот, одеть-то она одела, а как его снять? То, что уши вытащило, уши огромные, африканский слон. Вот, и она так больше месяца проходила с этим колесом на шее, что ну, нужно обездвиживать. Вот, а обездвиживать слона, это, ну, это всегда непросто, и нужны были специальные препараты. На тот момент у нас их не было, и тогда, в общем, нужно было поехать в московский зоопарк, попросить эти препараты. Поехал, привез я и препараты, и антидот к нему. Ну, вот, и как-то это очень быстро все произошло. Сделали укол, слониха легла, это внутри их помещений. А ну, нужно было аж зайти, колесо снять, все стоят, смотрят. Я забежал по спине, думали, надо будет резать. Толкнул колесо, оно легко раз свалилось, и видео у меня есть этого момента, а вот фотографий нет, очень много. Самый сложный год, конечно, это прошлый. Слишком много было тревог. Животные, коллектив. Зима, которая наступала, как мы, это вот, наверное, самая большая тревога была, а это зима. Как мы ее переживем, как мы выйдем, что будет. Ну, страха, честно говоря, страха не было. Да, волнения были. Вот, нужно дать должное, что коллектив остался на месте. У нас практически никто из специалистов настоящих не уехал. Вот, и это большая заслуга коллектива, что вот мы это все сохранили, сумели организовать работу в первые месяцы войны. Большая, огромная благодарность волонтерам, которые нам помогли. Март, апрель, май, июнь, а период, когда были без воды. А воду нам привозили из Одессы, из Кировограда. И мы ведрами эту воду развозили, растаскивали по отделам. Ну, к концу года все уже, как говорится, привыкли, устаканилось. Вот, перестали ночевать в зоопарке, потому что первые месяцы просто жили в зоопарке. Вот, эти обстрелы, ракеты, которые падали у нас. Вот, где упало, куда упало, кто пострадал. Слава Богу, у нас никто не пострадал ни из животных, ни из людей. Восемь ракет упало на территорию зоопарка. Вот, сейчас уже провели тендеры, есть уже новые поставщики, которые поставляют карба. И все равно мы очень благодарны людям за ту помощь, которую нам оказали, горожанам. Было иногда очень трогательно, когда женщина приходила, говорит, я купила вот тут мне килограмм яблок, вот, я хочу вам его отдать. Я говорю, бабушка, поставьте их себе. Ну, не, я купила для вас, хай будучи вас, вашим зверяткам. Вот, и кто-то приносил килограмм, кто-то машину, кто-то зерно, кто-то сено, солому, даже мясо. И, по сути дела, летом мы выжили вот на этой помощи, которую нам оказывали люди. Огромное спасибо нашим горожанам, и не нашим горожанам, из других городов. Мы ежане, у нас сильный дух, мы победим, мы разобьем их собачьи головы. В этом мы уверены, и победа будет за нами. Как бы сложно ни было, все будет Украина. И, конечно, каждый раз слава нашим бойцам. Им огромное спасибо за ту защиту, тот героизм, за их жизнь, за их кровь. То, что они сохранили нам Украину, спасли ее от этой навалы. Низкий поклон нашим хлопцам. Вся жизнь здесь. Здесь я женился, здесь родился сын. Здесь я закончил институт, потом был в аспирантуре, потом написал работу, потом развалился Советский Союз. И так я работу свою и не защитил, диссертатскую. Ну и сильно страдаю от этого. Дело не в той приставке, кандидат биологических наук. Ну, я получил другую приставку, заслуженный работник культуры Украины. Вот. Сейчас я президент Украинской ассоциации зоопарков и аквариумов. У меня много разных наград и званий. Спасибо большое людям за то, что оценили этот труд. Кроме зоопарка, я, собственно, ничего не умею, ничего не знаю. Это моя жизнь. Я быстро в своем и новости. 45 лет, да. Кожен людина хочет вид подшита, так же. Ну, я понимаю, что время, и надо думать о смене. Ну, жизнь, наверное, подскажет, как поступить. Сказать, что я завтра хочу уже уходить. Нет, не хочу. Вот. Надо еще много сделать. Я знаю, что надо сделать. Знаю, как надо сделать. Вот. А они подскажут. Они все знают. Они подтверждают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...